здравствуйте друзья рыболовы решил я поменять катушки на своих двух фидерных удочках уж они там у меня древние и как бы провел провести эксперимент и заказал две катушки в китае вот пришла китайская посылка кстати пришла довольно быстро за месяц вот что из себя представляет эти катушки я понятия не имею сейчас будем вместе с вами смотреть цена в каждой катушке где-то получается около 600 рублей да вот что об упаковке упаковка достаточно хорошая хотя и в общем-то помятая но это понятно на нашей почте и и пинали ногами кидали как хотели посмотрим сейчас что внутри вот две упаковки упаковки абсолютно целые по внешнему виду что это 2000 на катушка скрываем катушку первую откровенно написано сделано в китае и предположим что мы ее купили магазине что мы обычно смотрим так вот она катушка запасной шпули нет и не надо откидная ручка это хорошо так хочу сказать что стоит хорошая облонная муфта люфта никакого нет я обычно проверяю катушки на приводность ловли начиная с вала то есть снимаем мы шпулю вал вал довольно тонковат но вал короткий я сталкивался с такой с такой штукой что тонкий вал длинный при вываживании крупной рыбы катушку начинает клинить ну здесь оставляю это как стать под вопросом проверяем действие фрикционного тормоза регулировку так хочу сказать что регулировка есть и достаточно регулировка в общем-то плавная толстая дуга лесоукладывателя это в общем-то хорошо ну во первых передаточное число 52 к одному то есть это достаточно оборотистая катушка она может пойти и на спиннинг может пойти нам на матчевую удочку в общем то что по вместительности лески значит 02 250 метров 025 170 метров 03 120 метров то есть вместимость шпули как раз меня очень даже удовлетворяет из загадочных явлений этой катушки 13 подшипников плюс один где может быть расположены 13 подшипников я не знаю сейчас будем смотреть я просто хочу сказать что свое время мы разбирались с этим вопросом и пришли к выводу что это чисто маркетинговый ход что еще по внешнему виду так промо облонную муфту я сказал то есть это мгновенный стопор если то еще не знаю что такое наличие облонной муфты . останавливается без всяких люфтов что что интересно характерно люфтов нет нигде так вот мы полу разобрали катушку что сразу хочу сказать подшипничек в общем то открытый в резиновой муфте все нормально но он сухой смазки в нем нет значит смазку надо добавить вал вал латунный смазки маловато на нем рекомендую не разбирать это дело а взять и вот через эти через подшипник капнуть несколько капелек машинного масла этого будет вполне достаточно потому что дальше там уже все смазано вскрыл я одну боковую сторону знаешь посмотрим что у нас здесь вот подшипники здесь есть тоже не особо смазанные капельку маслица сюда можно капнуть основной механизм сделан из силуминового сплава ну по крайней мере хотя бы не пластмасса так но я как бы продолжал искать где тут еще могут быть подшипники разобрал дужку лесоукладывателя здесь тоже стоит подшипник но подшипник скольжение плац пластмассовой втулкой но вот таким образом такое можно сделать заключение по этой катушки ну 13 подшипников естественно здесь не нашел но по крайней мере основные узлы стоят на подшипниках достаточно удобная катушка работоспособная сказать что она супер дрюпер нет она средняя но с определенными удобствами с откидной ручкой скажем хорошие у нее мгновенный стопор вроде как работает плавный фрикцион единственное что если кто будет покупать постарайтесь ее сразу смазать но не разбирайте там достаточно много мелких вещей единственное что меня смущает в этой катушки это вот силуминовые шестеренки все-таки силумин это не бронзы и он может подвести но если уж говорить ну это средняя спиннинговая катушка которую можно использовать и на спиннинг и на фидер учитывая ее стоимость порядка 600 рублей ну я посмотрел подобные катушки ну естественно я конечно не разбирал там не лазил не смотрел но подобные катушки у нас ну где-то тысяч полторы так если бы вы меня спросили советовал бы я покупать а почему нет дешевые хорошие как бы вещь сколько она прослужит но я думаю что послужит по крайней мере у меня катушки служат еще и с пластмассовыми шестернями уже лет десять все за что возник вопрос как она называется а черт узнать как она называется будем надеяться что она поработает на этом вы свой анализ заканчиваю а там думаете сами решайте сами покупать или не покупать все ее функциональные дела вроде бы как работы а материал из которого она сделала может быть проверен только в ходе работы конечно если бы там стояли бронзовые шестеренки бронзовый вал полностью но она тогда и стоила соответственно а это в общем-то ее цена оправдывает ее конструктивные особенности я думаю что это нормальная средняя катушка а цена 600 рублей это сейчас для таких катушек в общем-то ничто